Виталий посвятил этому виду спорта 7 лет. Сразу пробовал себя на длинных дистанциях, но в итоге отдал предпочтение горному велосипеду. Сейчас он чемпион Украины по велоспорту. В донецком турнире участвует уже второй год подряд. Говорит, уровень участников и организации значительно вырос. Я был в прошлом году здесь, ребята намного хуже ездили. Сейчас трассу перестроили. Опыт поднялся у ребят. Так. Трасса создана с максимальным количеством препятствий. Скоростные трамплины, контруклоны, кочки делают спуск более сложным и зрелищным. Старания организаторов оценили не только гонщики, но и зрители. Это сегодня первый раз. В восторге. Когда вырасту, я хочу поучаствовать. Конечно, оформили, организовали. Интересное мероприятие. Хотелось бы почаще такого. Сначала квалификация. Участники проходят трассу на время. Потом по результатам формируются так называемые крайние пары. Лучшие соревнуются с худшим. Спортсменов разделили на две возрастные группы. До 18 и старше. Дисциплину дол. Велосипедисты называют опасным видом скоростного спуска. Здесь есть силовый контакт и он разрешен. То есть, если один из райдеров захочет и постарается вытеснить другого с трассы, он может это сделать. И это не запрещено правилами. То есть, этот вид спорта все-таки контактный. И тем самым он более зрелищный, чем остальные дисциплины, которые есть в маунтинг-байке. Среди юниоров первым стал спортсмен из Днепропетровска. Второе и третье места поделили представители Ясиновата и Макеевки. Во взрослой категории не нашлось равных Одесситу Виталию Гелевичу. Вторым пришел велосипедист из Донецка. Третье место за Днепропетровском. Росислав Сысоев, Дмитрий Шибалов, Владимир Ребриков. Панорама.